Магистральным газом семья Анны Чудаковой из деревни Барки начала пользоваться всего неделю назад. Пока подключена только плита на кухне, но разница уже заметна. Баллонный газ обходился намного дороже. В ближайших планах по весне установить котел для отопления дома. Дома будет хорошо, чисто и тепло, а то разница температуры. Ночью же мы не топим, только днем. Предпроектные работы по газификации Барков начались еще в 2014 году. Более 6 миллионов рублей выделено из бюджета поселения. Затем село удалось включить в программу Федерального министерства сельского хозяйства. Как только в этой программе оказался данный объект, порядка 9 миллионов рублей было выделено трансфертом из федерального бюджета областному бюджету. И для большого села, а Барке действительно большое село, это действительно большой праздник. Тем более, что село серьезное, значимое. Здесь у нас несколько социальных объектов, у нас здесь ФАП, у нас здесь уникальная картинная галерея в поместье Озерова. Поэтому старая задача газификации, к счастью, вот сейчас основание, можно сказать, что эта задача выполнена. В селе 125 домов. Процесс подключения к газу идет полным ходом. Качеством работ жители довольны. Впрочем, газа ждут не только в Барках. В село Никольское спикер заехал проверить ход работ по сооружению модульного фельдшерско-акушерского пункта. Но собравшихся на стихийный сход жителей гораздо больше интересовала именно газовая тема. ФАП, по сути, готов. Здесь вопросов у населения не было. В свое время люди просили о газификации хотя бы двух улиц, а именно зеленой и полевой. И, пользуясь возможностью, поинтересовались перспективой появления газа. По этому году проект есть. Порядка 6 миллионов 180 тысяч выделено из федерального бюджета. Они придут в областной бюджет. В октябре работы должны быть завершены. После такого ответа, вполне логично, последовали просьбы расширить территорию будущей газификации и не только в пределах Никольского. Планируется в дальнейшем газификация микрорайона Персининова. Это город Зубцов, заволжская часть. Там у нас проблемный, конечно, вопрос, связан с археологическим наследием. Но мы работаем поэтому в этом направлении. В Зубцовском поселении планы газифицировать маленькие деревни в дальнейшем. Что касается ФАПа в Никольском, то там есть необходимое оборудование и медикаменты, подведены все коммуникации. В этом году планируется установить подобный ФАП в деревне Раково. В финале рабочей поездки председатель законодательного собрания и руководство района возложили цветы к обелиску погибшим участникам боевых действий на мемориале на Московской горе.